Так, друзья, всем добрый вечер. 9 ноября, Москва. И у нас в гостях сегодня Эльман Мехтиев, президент Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств, заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, со-председателя рабочей группы по коллекторской деятельности в рамках проекта «Регуляторный гильотина» и член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности. Здравствуйте, Эльман. Здравствуйте. Ну, если можно, я добавлю еще одну работу, должность, зарплату. Председатель Совета саморегулированной организации микрофинансивного развития. Как шутят журналисты, удобно говорить, расставщики коллекторов в одном лице. Ага, понятно. И приеду в следующий день, правда. Эльман, я очень рада вас видеть на моем канале. Большое спасибо, что вы уделили в своем плотном графике время на то, чтобы побеседовать с нами. У нас с вами сегодня тема про кредиты, про просрочки и про какие-то базовые основы финансовой грамотности, которые нам, в общем-то, никогда не помешают. Можем начать, в общем-то, с любого конца. Задавайте вопросы. Так, давайте вопросы. Персональный кредитный рейтинг. Что это такое? Зачем это нужно МБКИ, Национальному бюро кредитных историй? Можно ли получить какие-то скидки и льготы? Какие-то персональные предложения от банков? Ну и так далее. Вы задали очень много вопросов, но самые первые два были самыми главными. Персональный кредитный рейтинг – это некое название инструмента, используемое в Национальном бюро кредитных историй. Не скажу, что они его зарегистрировали как торговую марку, которую нельзя другим будет использовать, но понятно, что есть некая идентификация, есть некое приклеивание имени. Речь идет о чем? О том, что раньше было доступно только кредиторам. Что значит было доступно кредиторам? В середине 50-х годов в США появилась компания, которая называлась FICA, Paris Act Credit Organization, которая применила так называемые вероятностные методы для оценки будущей платежеспособности клиента. И суть состояла в том, что на основании математической модели все более и более точно рассчитывалась некая вероятность того, что человек попадет в просвочку в течение 12 месяцев на горизонте в 90-дневную просвочку. И шаг за шагом эти математические модели совершенствовались, но вот помните, наверное, до Уэльза Козимова, люди не должны знать про психоисторию. Потому что если они будут знать про психоисторию, они будут поступать определенным образом. И, соответственно, тогда планы написаны психоисториками, полетят все автоматически. Так вот, FICA приблизительно до 2013 года, то есть почти 50 с лишним лет, жестко стояла на том, что банки, кредиторы имеют право покупать у них этот скор, балл, эту оценку, этот количественный показатель. Извините, мне надо включать телеграмму, чтобы не было гулька. Но не имеют права показывать это физическому лицу. То есть фактически кредиторы всегда получали некий количественный показатель по более-менее стандартной методологии рассчитанной. И на основании этого плюс, исходя из того, кто является клиентом, одни работают с женщинами, только другие работают с мужчинами с женщинами, приступят с мужчинами, четвертые только с молодежью. То есть на основании того, что на профессиональном языке называется соцдем, социально-демографические параметры маркетинговые, и плюс аппетита к риску. То есть одни готовы всех кредитовать, другие только самым надежным. Кредиторы принимали решение. В конце концов это стало секретом Польшинеля. Если вы сейчас наберете, что такое FICA Score, вы получите миллион ссылок, которые объясняют, из чего он раньше состоял, как он изменился, как он считается. То есть это секрет Польшинеля. И люди, которые придумали, я, к сожалению, не смог найти, хотя с руководством FICA глобальным общался, кто-то придумал, из них и догадался. Но если, говорит, этот секрет Польшинеля, то пусть людям он будет известен. Он и так известен. Но только никто не имеет права его продавать. Это был гениальный ход, который резко поменял картинку. И фактически в 2013 году они начали в США раздавать эти кредитные рейтинги бесплатно, но при одном условии. Банк покупает эту информацию у FICA и может отдать физическому лицу, но только бесплатно. Я эту историю подсмотрел в 2014 году, когда вышли первые результаты этого наблюдения. Это была одна из публикаций на одном из научных журналов «Понтролимая федеральная резервная система». И мы начали фактически продвигать эту историю в России. Тогда не было понятия персональный кредитный рейтинг. Я ходил по рынку и говорил, давайте сделаем что-то подобное. Убедил FICA, мы договорились даже с FICA, что Россия будет страна номер два после США, в которой они это разрешат. Разрешение я выбил, извините за то, что я говорю. Но ни одно из бюро кредитных историй не хотел это сделать. И когда они сейчас это сделали, они фактически нарушили многие вещи, которые у FICA были. Первое, МБКИ сами сейчас предоставляют этот кредитный рейтинг. Более того, теперь это в законе. И ЦБ говорит, ну ЦБ в смысле закон говорит, что каждое бюро кредитных историй может предоставлять физическому лицу рейтинг, но он должен быть по определенной синхронизированной шкале. Раньше там у Сберовского МБКИ было 1200, если я правильно помню. У Эквифакса, который называется СКОН-бюро, была одна шкала. Чуть-чуть по-другому отличающаяся у МБКИ третья шкала. Шкала должна быть одинаковой, чтобы человек понимал. Это требования закона. Методология должна быть в принципе близкой, чтобы было понятно человеку. Но требования, чтобы это предоставлял не только БКИ, оно, к сожалению, в законе осталось. И сейчас возникла даже до смешного ситуация, когда вы можете получить свой персональный кредитный рейтинг или индивидуальный кредитный рейтинг, если вы правильно говорите. У любого БКИ, вот зайдите в ОКБ, зайдите в СКОН-бюро, зайдите в Кредитное бюро Русского стандарта, четыре крупнейших БКИ, у каждого из них вы увидите свой, ну, в виде термометра фактически, или кружочков красно-желтый-зеленый шкалу, где вы находитесь по кредитной истории. Но Файка говорил, бесплатно сколько угодно раз, это зависит от того, кто купит. Все БКИ говорят, ну, по закону, сколько раз в год можно кредитную историю получить? Два раза. Если вы два раза ее получаете, мы два раза вам рассчитаем вместе с кредитной историей этот кредитный рейтинг. И получилась ситуация, которая убивает действительно эту вещь. Потому что я даже не буду спрашивать у вас, например, сколько раз вы смотрели свою кредитную историю. Я знаю, что вы скажете, у меня нет кредитов, поэтому я ее не смотрю. Поверьте, большинство людей так изучают. Но в чем была суть той статьи, почему в 2014 году я зацепился за эту вещь? Это был Барклайскат, тогда это были крупнейшие операторы ручной кредитной карты. И они показали, что те люди, которые ежемесячно смотрят свой кредитный рейтинг, мониторят его. Уже через 9 месяцев у них уменьшается просрочка. То есть банку-то выгодно. У них улучшается кредитный рейтинг. Но это не может быть и невыгодно банку. Казалось бы, да? Казалось бы. Но в действительности банк начинает заработать на чем? На том, что человек раньше не использовал кредитный лимит. Ну, то есть то, что вот можно было бы использовать больше. А теперь он становится больше. То есть в трех из четырех категорий, которые наблюдались, происходило улучшение с одной стороны кредитного рейтинга, что означает сокращение просрочка. А с другой стороны увеличение использования кредитного лимита. То есть банк, наоборот, стал больше зарабатывать. Четвертая категория, в которой чуть-чуть ухудшилась ситуация, это категория супер-прайм, где люди настолько богаты, извините меня, столько высоким доходом, что им было все равно, есть ли у них кредитная карта или нет. Но они боялись чуть-чуть больше расхода. Они увидели, что их кредитного рейтинга чуть-чуть больше расхода не помешает. И они стали больше использовать кредитный лимит. То есть, грубо говоря, переводя на рубли, у него был лимит, допустим, миллион рублей, а он использовал там 300 тысяч максимум. Действительно, он мог брать 600 тысяч и точно так и спокойно платить. Это банку выгодно. То есть фактически я понял тогда для себя, что это, наверное, единственный инструмент практический в мире, который существует, как та вещь, которая заставляет людей заниматься своим финансовым граммом. Большинство вещей, которые сейчас существуют в финансовой граммстве, это, извините за жаргон, финпрос. Это в лучшем случае посвящение. Да, мы прекрасно учим детей в школах. Они потом, как те студенты, знаете, да, студент как? Сдал, принес, вылил на преподавателя, на следующий утро забыл. Забыл, да. Да, да. Вот то же самое со школьниками. Они прекрасно на Олимпиаде участвуют, но когда выходит в жизни, оказывается, что не было практики с этими финансовыми инструментами, и все полетело в черную мать. Или наоборот. Люди в возрасте от 30 и старше, они занимаются финансовым граммом, только тогда, когда уже, как это, поздно, когда петух клинок жареный. Да? И вот этот разрыв можно прекрасно преподавать, но в последнее время я стал использовать польфикл и аналоги. Все умеют читать. Но значит ли, что они читают книги? Те, кто читает книги, значит ли, что они используют то, что там написано? Вот то же самое у нас с финансовой граммностью. Мы делаем финансовое просвещение, но забываем, что грамотность, да, да, та самая поголовная грамотность, которая была в достижении в СССР в 30-е годы, имела практическое применение. Люди начали читать и использовать. Поэтому реальной финансовой грамотности не может быть, пока у нас это все в виде просвещения. И в конце концов, что такое само финансовая грамотность? Да, когда меня спрашивают, как у нас встречается первым завестительным центром Банка России, он меня спросил в 14-м году. Я говорю, очень просто. Финансовая грамотность – это навыки, практически навыки использования финансового инструмента для достижения жизненных целей. А большинство людей говорят, подожди, это про знание депозитов, где какая ставка. От того, что я знаю, где какая ставка, это не знаю, что я достигну целей с этой ставкой. У меня должны быть деньги, чтобы туда положить. Я должен что-то заработать и для чего-то это использовать. Поэтому финансовая грамотность требует таких практических инструментов, которые заставляли бы людей задумываться о финансовом просвещении. И поэтому тот самый Файка Скоро или его, скажем так, итерация в российском варианте, персональный кредитный рейтинг у БКИ, или просто индивидуальный кредитный рейтинг у других БКИ, это тот самый термометр кредитного здоровья, который работал бы, если люди могли бы его 12 раз в год использовать. И так как 12 раз в год ты его можешь использовать, только если ты за него заплатишь, то тут, извините, будете ли вы платить как раз в термометре? Нет, нет, конечно. Вот вам и ответ. Почему прекрасные начинания могут не работать? Извините за столь долгий ответ. Нет, спасибо. Очень развернутый, на самом деле, ответ. Исчерпывающий, я бы даже сказала. То есть я услышала, что получается, что помимо того, что у нас, например, есть знания о том, как вести себя правильно, мы все знаем, что нужно больше зарабатывать, меньше тратить. Однако не хватает навыков и не хватает инструментов. И в данном контексте персональный кредитный рейтинг – это хороший инструмент, но в нашей стране он почему-то закрыт. Правильно? Он не закрыт. Но не закрыт он. Нам предлагается платить за него. И это, кстати, нарушение. Помните, я говорил, в чем состоялся секрет файта успеха? В том, что вы можете его передать клиенту, но только бесплатно. Да? И вот в этом так было. Через 5 лет после использования инструмента мне попался еще один пресс-релиз, в котором говорил, или пресс-исследователь, в котором говорил, что 20% поколения Y, ну, то есть не Z, который сейчас, а Y в будущем, выбирают банк на основании того, даст ли банк им бесплатно файка скорб. То есть это стало то, что называется гигиеническим фактором. Вы мне не даете бесплатную информацию о моем здоровье? Я иду в то место, где дают. Но это участники рынка, а не бюро кредитных штрафов. И в этом, ну, я бы не сказал бы ляп, но неработоспособность данной модели, если кто-то не выйдет на рынок, и скажет, слушайте, я вам отдаю это бесплатно. Есть ли надежда, что когда-то этот инструмент станет доступным 24 часа в сутки? Ну, бессмысленно смотреть его 24 часа в сутки. Кредитная история – это кредитный скоринг, кредитный балл – это количество измерений кредитной истории. Кредитная история – это факты вашего поведения по оплате обязательств. Вы же не каждый день оплачиваете долги. Ну, раз в месяц оплачивается. Вот. Соответственно, достаточно смотреть раз в месяц, и достаточно, чтобы вам подсказывали. В прошлом месяце у вас было 860, а в этом месяце стало 870. Вы начинаете думать, да, что я сделал отличающийся, и думаешь, что надо это делать. Что означает рейтинг? Чем более высокий рейтинг, чем более высокий скорбал, тем меньше ваша просрочка в будущем, тем меньше в идеале, но, к сожалению, у нас в стране, должна быть процентная ставка, которую вам дадут. Мы только в начале пути, но я надеюсь, что как только, чем чаще люди будут нессортироваться от своей температуры, индексы кредитного здоровья, как я еще это называю, тем больше они будут обращать внимание на то, что не просто надо знать, что больше зарабатывать, а, например, элементарно вести учет. Вы не поверите. Огромное количество людей, вот просто даже не буду говорить, какое количество, когда у них спрашиваешь, 90-60% людей не ведет элементарного учета своих финансов. Элементарного. А с другой стороны, люди, которые начинают вести ежедневный учет расходов и доходов, через 3-4 месяца удивленно спрашивают, откуда у меня взялись лишние деньги. И это неоднократно, это не касается только тех, которые, извините, с низким доходом, это касается и людей с высоким доходом. У меня был даже в себе случай, когда член семьи спросил, откуда у меня взялись деньги. Я говорю, ты когда начал вести учет? С твоих заработков и расходов. Да, точно, 3 месяца назад. Круто. Спасибо большое. Так, про боль. Теперь проговорим про боль. Про просрочки. Вот они возникли. Я знаю, что, в общем, колоссального количества людей, помимо того, что они не ведут базовые какие-то таблички и записи, они еще и не имеют никаких накоплений. То есть, либо они не имеют накоплений, так называемая подушка безопасности, либо они сейчас очень много людей сокращают. Мы сейчас как бы не трогаем мобилизованных, и возникают вот эти просрочки. Что делать? Как быть в диалоге с банком? Давайте вот про это, про боль. Начнем с того, откуда возникает просроченная задорность. Просроченная задорность возникает чаще всего, чаще всего из того, что человек не рассчитал свои возможности оплачивать. Боль того, при получении он реально хочет получить эти деньги, и поэтому может согласиться на любую сторону. Называем, если вспоминаем. Помните, я в самом начале говорил про риск аппетита. Кто-то готов выдавать 7, и поэтому у него ставки очень высокие. Кто-то выдает одному из 50, и поэтому у него ставки очень низкие. Он вылавливает того, который однозначно ему вернет. Так вот, просроченная задорность, никто никого не загоняет в долговую кабалу, это пресса, ошибка самого человека, который не рассчитал свои возможности оплачивать свои обязательства. Если он их не может оплатить, дальше начинается процесс. Или человек должен действительно найти возможность сократить расходы и оплатить, или если даже это не поможет, то нужно общаться с кредитором. В последние несколько лет стало модным и престижным не платить по долгам. Ну, это, наверное, результат того, что у нас, к сожалению, социальное государство понимается как патерналистское, которое должно защищать всех без разборов. Не будем говорить ради чего, но мы друг друга понимаем в этой отношении. И, действительно, социальное государство это не о том, что мы за вас стоим горой и ничего не позволим. Социальное государство это по поводу того, чтобы каждый человек имел возможность двигаться вверх, имел меры поддержки, которые позволяют ему иметь ту самую социальную мобильность. Так вот, если человек попал в просрочку, первое, что нужно сделать это общаться с кредитором и объяснить реальную финансовую ситуацию. Вместе с кредитором действительно сесть и подумать, можно ли сделать реструктуризацию. Что такое реструктуризация? Реструктуризация это изменение условий договора, пока забудем о кредитной каникулы, при которых вам могут увеличить срок и уменьшить платеж, списать часть просроченной задолженности. Крайним вариантом, реструктуризации является прощение или полное списание. Но это, к сожалению, должно иметь под собой основание. грубо говоря, когда я работал в банке, самый классический, известный случай, который по-моему, мы много раз вспоминали, когда он был амбутственным, состоял в том, что человек получил, все было у него хорошо, но на производстве что-то у него случилось, он стал инвалидом. Он стал инвалидом. Мне бесполезно заниматься взысканием с него просроченной задолженности, потому что у него доходов не хватает. Что мы делаем? Мы ему говорим, принеси, пожалуйста, справку. Он говорит, я стал инвалидом, вам ничего приносить не буду. Я говорю, хорошо, идите к амбутсмену. Он приходит к Павлу Следующему, ответил и дает ему справку. Тот отправляет ему и мы списываем задолженность. То есть, понятно, что если бы он и дальше, говорил бы, не дам я вам справку, что бы мы сделали? Мы бы обратились бы в суд и приставы уже автоматически с него списали. Но это были те времена, когда даже слово кредитные каникулы близко не существовало. В последнее время, в связи с 20-м годом, потом в связи с 24-м февраля этого года, было принято законодательство по сравнению действующей не на постоянной основе о кредитных каникулах. И по этому законодательству есть ряд критериев, по которым, если люди соответствуют, они могут обратиться. Мне не нравится это слово, но формально оно звучит как требование кредитору предоставить кредитные каникулы. То есть, льготный период, в течение которого не надо оплачивать, можно не оплачивать. Это фактически отсрочка. То есть, до 6 месяцев вам продлевают срок действия договорок, в течение этих 6 месяцев у вас льготное начисление процентов, вы можете не выплачивать ничего, проценты капают по льготной ставке, но потом, когда льготный период заканчивается, вы должны платить. В 2020 году, еще в апреле, мы предложили написать постоянно действующий закон по примеру того, что творится с ипотечными каникулами 2019 года. Но, к сожалению, Банк России, экспериментный совет, который мне замесили председатель, мы подготовили полностью текст, мы смогли договориться и с банковским сообществом, и с другим сообщественным критерам, и с защитниками правопотребителей выработать текст, но он был, ходил внутри ЦБ, к сожалению, очень и очень долго. И только в ноябре 2021 года, когда Эльвира Скидзадна проходила, проводила через Госдуму так называемое основное направление единой денежной политики, она сказала, что да, мы это примем. Законопроект очередной раз был разработан, но в очередной раз произошло что-то новое, в этот раз, 24 февраля, и поэтому законопроект до сих пор не внесен. Поэтому даже из-за не мобилизации, извините, из-за специальной военной операции льготные кредитные каникулы, которые были, льготы кредитные кредитные каникулы, которые были, они закончили 30 сентября. И до смешного, но был даже подготовлен проект постановления правительства о том, чтобы продлить срок до 1 апреля следующего года, но он из-за 21 сентября просто-напросто завис, а задним числом такие документы проводить нельзя из-за нарушения любой юридической техники. Поэтому в ближайшее время будут кредитные каникулы не только для мобилизованных, но это, к сожалению, зависит от того, насколько Дума сможет проводить заседание, не как теперь они говорят, два, не два раза в неделю, а три раза. Им, наверное, придется заседать пять раз в неделю для того, чтобы успеть действительно работать со всеми теми законопроекциями, которые нужны сейчас. Поэтому, честно говоря, я не очень верю, что кредитные каникулы, как постоянный действующий механизм будет в законодательстве до конца этого года, хотя тех с нами был написан давным-давно, более двух лет, более полутора лет назад мы начали над ним работать, и я надеюсь, что это будет. И последняя стадия, если человек действительно ничего не может, и даже кредитные каникулы не могут ему помочь, это так называемое банкротство. И тут тоже нужно различать. Есть классическая процедура банкротства, соответствующая определенным критериям. Есть так называемое внесудебное или упрощенное банкротство. Что такое внесудебное и упрощенное банкротство? На вас подали взыскание, суд постановил или вышел судебный приказ, дальше судебные приставы проводят работу и подтверждают, что у вас нет никакого имущества и закрывают исполнительный производство. И когда хотя бы одно исполнительное производство закрыто, вы можете прийти в МФЦ и подать заявление на банкротство без судебной процедуры по причине того, что нет никакого имущества, на которое можно было наладить взыскание. Смех состоит в том, что с самого первого дня мы предлагали, еще в 19-м году, предлагали делать это только через МФЦ, но и через ДПГУ. Неоднократно и Минцифры, а тем более Минэк говорил, да-да-да, мы внесем. Ну, как говорится, то ли у Семени, они дитями с глазу, то ли есть гораздо более важные задачи, чем помочь людям снять лишнее обременение. Но депутат, который когда-то писал даже этот закон, законопроект, я ему говорю, в чем проблема-то? Почему ли нельзя одновременно МФЦ и ПГУ, портал Государства? Ну, ты понимаешь, люди должны подумать, а когда они ножками идут в МФЦ, это серьезно? Летом в 20-е годы я не позвонил ему, не спросил, а когда мы в онлайне голосуем за Конституцию, но депутат больше не является руководителем комитета, да, но, к сожалению, мне и законопроекту это не помогло, до сих пор нету возможности через ПГУ подать на упрощенную банкротство. Почему я говорю об этих вещах? Потому что с одной стороны у нас вроде как для всего есть решение, но когда начинаешь копаться во всем этом, то обнаруживаются такие мелочи, да, вот, я понимаю, каникулы для мобилизованных, это отдельная история, все принималось на коленки через две недели, сносился новый закон, менялся, сейчас есть еще один закон, который опять бы что-то дополнит, потому что огромное количество случаев, которые невозможно было бы предусмотреть за одну ночь написания, за две ночи написания. но когда речь идет идет о том, что было принято в девятнадцатом году и в девятнадцатом году про него было ясно, но странно, что государство, глядя сейчас социальным, это делать не хочет. Я, кстати, сегодня, когда просматривала и вчера ваш блог, очень мне понравилась фраза «суровость законов Российской Федерации компенсируется их неисполнением». Или как мы сейчас видим, невозможностью исполнения, вот ты хочешь вроде бы подать на банкротство, тебе столько прям препонов, что ты не можешь, да? Ну, особенно это было смешно летом, не летом, в пандемию, да, мне ты должен пойти в МФЦ, слушай, но в МФЦ тогда можно было прийти только записавшись заранее. Ну, что это такое? Ильман, какие вот есть еще варианты, вот мы все понимаем, что вообще сейчас проблема с просрочками, с кредитами будет очень-очень прям остро стоять, да, и в том числе с постоянным кэшфло, скажем так, да, вот что делать? Ну, помимо того, что да, договариваться, да, там, банкротиться, вот, все-таки. Ну, как это, меня очень спрашивают, как не попасть в долговую кабалу, я говорю, не брать долги. И все удивляются, да, человек, который защищает банковскую систему, с одной стороны, зависит на пытательный баланс, защищает прав интересов, прав потребителей финансовых услуг, но если брать с самого начала, то не нужно брать долг, не нужно использовать те финансовые инструменты, которые не помогают достигать жизненно важных целей, да, меня сейчас скажут, ой, у людей просто нет денег на продукты, и, соответственно, им нужно что-то там срочно купить, чтобы там прожить до следующей зарплаты. вы знаете, ничего зазорного жить от зарплаты до зарплаты нет, да, мне очень часто приходится общественные, которые прямом говорят, я человек, который, ну, переводя на русский, там, в турецком, азербайджанском, в других языках, просто стоявся, фраза такая, да, я человек, который смотрит на зарплату, да, то есть, зависит от зарплаты, ничего страшного в этом нет, страшно в том, что если есть четкая зарплата, мы или не хотим зарабатывать больше, считаем, что государство одно помочь, или не хотим исходить из тех финансовых средств, которые у нас есть. Еще раз повторяю, большинство людей, особенно те, которые с низким доходом, элементарный учет доходов и расходов не ведется. Пункт первый. Пункт второй, когда спрашиваешь, зачем тебе нужен этот самый iPhone 14, чем тебя не устраивает 11, 10, 9, ответа нету, потому что это круто. Это круто, что-то поможет в достижении финансовых целей. Ну, хорошо, на тебя посмотрит девушка, но это ничего еще не значит. Вообще должна быть какая-то химия, взаимопонятновение и прочее, прочее. То есть, постановка жизненно важных целей тоже отсутствует. Мы можем углубляться, почему или нет, но если совсем философствовать, то патерналист, за меня все решили. Дальше, понимание финансовых инструментов. И тут начинается проблема, о которой я уже говорил. Это прекрасные, огромные объемы финансового просвещения и ноль объемов практик. Ну, и самое последнее, это действительно законодательство, которое принимается на коленке. Вы не поверите, но в 2015 году я с одним депутатом обсуждал необходимость написания закона о финансовых услуг, о защите прав военнослужащих в части финансовых услуг. Ну, тогда слово мобилизация не существовало, кредитные каникулы. Но я прошел, вот смотрите, да, вот США после Вьетнамской войны перешли не только на контрактную систему полноценной армии, но и при этом шаг за шагом, начиная с середины 70-х, добавляли, добавляли, добавляли законодательство о защите прав тех самых военнослужащих. И сейчас, когда мы рассуждаем, там специальные военные операции, там это было написано в конце 70-х. Я пришел в 15-м году, предложил это депутату, ему очень эта идея понравилась, он пошел куда надо. Пришел и сказал, нет, мы не будем это принимать и даже писать, потому что неправильно поймут. Что нам мешало заниматься этим шаг за шагом и отрабатывать то, что сейчас оказывается не работающее? Что нам мешало те же самые кредитные каникулы, напомню, ипотечные были в 19-м году. В 20-м году, после того, как завершилось это дело в сентябре, сесть и написать, что нам мешало написать правильно мораторий на банкротство, а не придумывать то, что в этом году, 1 апреля, поставило на уши всю финансовую систему и никто не мог понять, можно ли подавать суд, будет ли принудительное взыскание или оно не будет. Но закончилось оно 30-го сентября для физической литики. Что-то случилось? Нет, и не могло случиться, потому что к этому моменту уже были приняты законодательства о кредитных каникулах временных, о неприкосновенности прожиточного минимума, о неприкосновенности социальных выплат. Так что там взимать-то после этого? Зачем им нужен-то был мораторий на банкротство? Я могу долго говорить, вы меня останавливайте, пожалуйста. Нет, все прекрасно. Я считаю, что мы с вами очень дисциплинированно, Ильман, раскрыли тему очень бодро. Вы у меня просто в топ, с первого же эфира вошли в топ самых моих любимых, я даже не побоюсь этого слова, спикеров, которые... И, кстати, знаете, что заметила, что чем выше человек по уровню, тем более он дисциплинирован. Спасибо. Ну, это... Я не буду говорить, что точно свежая из королей, но я боюсь, что если мы затянем эфир, то ваши слушатели будут затваливаться. Это опять же тот же самый. Все хорошо. У нас, наши эфиры все смотрят, посмотрите, у нас вчерашний выпуск, что-то 250 человек, ура, они возвращаются, моя аудитория возвращается. У меня просто был провал после 21 сентября, так что, Ильман, большое вам спасибо, я вам бесконечно благодарна, я получила огромное интеллектуальное удовольствие от того, что пообщалась с таким умным человеком, и самое главное, что, если честно, у меня появилась какая-то опора и вообще понимание, что выход есть, и наша задача донести это и до нашей аудитории тоже, что выход есть, что нужно просто общаться и быть очень последовательным в своих финансовых решениях. Спасибо большое, надеюсь, что на поздний вечер это поможет. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.